всем привет ну продолжаю даже не знаю с чего начать экскурс отеля да давайте вам расскажу что здесь номере напоминаю отель премиум класса если помните если смотрели мои предыдущие видео то там было пять звезд а здесь премиум класс ну смотрим по косметике да в принципе ну наверно все одинаковое да не очень сильно различается и станок здесь зубные щетки мочалка удобство здесь у нас душевая такая есть лейка с верхним изливом да сейчас я конечно сегодня ждала очень долго уже на ресепшн звонила чтоб не включили не обращайте внимание на моё на моё количество здесь еды сейчас объясню с чем это связано я про сервис продолжаю про сервис вот это ребята премиум класс вы можете себе представить одноразовые стаканчики бумажные и такие же палочки это чтоб чай делать вы представляете ни одного прибора ни одного нормального стакана ни одной тарелки не вилки вообще ничего нету это отель премиум класса и вот такой здесь балкончик небольшой и здесь я курю ну и такие пластмассовые стульчики ну такой вот премиум класса не навязчиво но еще у меня конечно я даже не знаю как вам с чего начать а еще со мной произошел очень интересный случай в этом отеле это 1 впервые за всю мою жизнь за все мои поездки это было наверное позавчера чувствую я за ужином что-то мне как-то нехорошо вот как-то прям нехорошо чувствую что у меня какое-то отвращение на всю еду на запах еды на все я говорю мужу пойду-ка я в номер ну фигово мне я круто ешь а я пойду ну и что прохожу я какое-то количество шагов из ресторана я вышла эту я по дорожке но фактически у большого того пассейна который я вам снимала мне нужно прохватить и падаю ребята я в обморок да но не в этом ладно это может быть как-то у меня организм как-то сработал или что-то я не знаю я не про это ну очнулась я от того что вокруг меня куча народу и где-то мой муж пытается пробраться сквозь эту толпу ко мне но самое интересное мне не стул ни один не принесли ничего у меня только единственное спрашивал работник отеля могу ли я идти вот этот вопрос мне прям в ступор поставил вот вот вы можете себе представить человеку павший в обморок пришел в себя и у него спрашивают и можете я не знаю как этому относиться в общем с горем пополам девушка была русскоязычная даже я даже имени не спросил у меня правда мне такая была слабость и ель дошла она с дочкой была с мужем из коляской они вот они нас проводили вот уж у меня горит я сижу гор чувствую что что-то у меня прям вот как-то жмёт и как-то нехорошо и думает шушь я без тебя сижу выхожу и смотрю что-то какое-то количество народу много смотрю а тут а там ты лежишь в общем вот такое у меня приключение в итоге как выяснилось ребят я трава траванулась в этом отеле прекрасно у меня была переписка здесь есть бизнес аккаунт в который я как-то не в меня добавились ватсап я у них там все время что-нибудь спрашиваю где и что и как они мне отвечали и тут я начала с ним переписку они так на голубом глазу и говорят но вы принесите от чего вы отравились потому что вы типа вы не так кажется я на что я им написала что вы считаете что находясь вашем отеле уже четыре дня я могу где-то еще в нем отравиться ну в общем как-то я поняла что разговор ни о чем ну в общем вот так вот я развлекаюсь и развлекаю мужа кто-то на море ходит кто-то что-то а а я в номере лежу и разговариваю с их диандром в номере вот так вот сегодня немного получше меня но ужасно хочется домой эта поездка как-то прям вообще не зашла так что вот так вот премиум апель и они вот такие вот замечательные ненавязчивый сервис сегодня просила звонила о том что у меня не убирали с номера я сидела че ждала потом второй раз набрала она говорит на что она мне говорит вы можете в номере не сидеть не ждать и ягуртежка и вы меня как-то вот очень непонятно а мне для чего не ждать я должна ей помочь убраться или что я жду когда номер помоют и я могу спокойно лечь отдыхать ну в общем как-то вот прям сервис здесь на высоте я я опять таки хочу сказать я никому не рекомендую ездить такие огромные отели есть более комфортные отели меньше по площади и где там к своему к своим гостям относятся более уважительно вот такое происшествие считаю дни домой хочу ну все дорогие мои всех целую обнимаю а пока пока